друзья всем привет с вами никита делай мы сегодня продолжаем с вами играть нашу карьеру с сезонами на карте свопа агро и но друзья наступил октябрь и это значит что сегодня мы уже уберем наше поле да уже 4 серия мы только убираем наше поле ничего страшно это сезон и это хардкор мы никуда не торопимся и так далее вот она друзья наше поле созревшие все с ним замечательно на 100 процентов урожай созрел его можно наконец-таки убрать для этого у нас принципе есть комбайн который мы арендовали прошлой серии я был прав потому что мы в нифиговом минусе я очень надеюсь что доход с этого поля у нас немножко выведет нас в какой-нибудь хотя бы минимальный плюс ну и плюс друзья в прошлой серии мы зачуковали две наших лужайки вот та которая около биогаза находится мы и затюковали с ней все хорошо но и взлетку внизу поле мы тоже затюковали купили косилку у нас теперь она своя соответственно я привез сюда все эти тюки поэтому мы их сегодня еще продадим и у нас тоже будет копеечка кстати вот надеюсь середине осени цена будет выше чем в прошлый раз хотя бы на чуть-чуть по теории именно так и должно быть но посмотрим но друзья начнем с того что мы начнем убирать поле для этого надо будет отвезти туда комбайн и трактор с вот этим самым прицепом который у нас есть и записать маршрут на вывоз ну и заодно друзья нужно сразу же решите куда именно мы будем это все дело вывозить самая высокая цена у нас на транспортной компании и на овощебазе и так как транспортная компания находится ближе чем овощебаза она находится вот почти около нашего поля тут совсем немного надо будет проехать а овощебаза находится примерно вот в этом районе вот она и напомню кстати мост вот этот он закрыт по нему нельзя пока что проехать надо будет ездить в объезд так что в любом случае мы будем все это дело отвозить именно на транспортную компанию поэтому друзья перегоняем туда всю технику начинаем с комбайна и друзья соответственно с помощью вот этих двух единиц техники мы будем убирать это самое поле ну и плюс друзья у нас еще будет делаться соломка то есть не делаться будет оставляться соломка в общем то вот эту самую хреновину нам тоже потом надо будет использовать но это все чуть чуть попозже для начала мы запишем маршрут на вывоз самовольно на транспортную компанию я бежав это поле я понял что самая лучшая точка откуда начинать этот маршрут будет примерно около курятника там выезд на маленькую дорожку и чтоб потом именно с дорожки выезжать на дорогу общего пользования в общем то вы знаете что я люблю чтобы все было красиво по фаншую поэтому начнем мы маршрут именно оттуда поехали на ту точку вот здесь друзья будет идеальное место для того чтобы стартовать этот самый маршрут сюда из любой точки поля доберется наш трактор впереди у нас есть дорожка я люблю ездить именно по дорожкам хотя иногда конечно грешен срезать но это все такое об этом никто не знает никто этого не видел в общем то друзья нажимаем кнопочку начать запись маршрута и записываем маршрут на вывоз льна и тут мы маршрут этот самый прерываем разумеется мы его сохраняем он у нас в принципе временный но пока пусть будет поле 99 транс комп пускай будет именно так ставим ему работу с комбайнами и выбираем списке наш торум ну и все он работает с ним все хорошо мы же тем временем перемещаемся в наш комбайн которому тоже нужно записать маршрут точнее не записать а сгенерировать маршрут на уборку и сгенерированный маршрут выглядит у нас вот таким вот образом как обычно мы сами немножко начнем на нем работать и теперь запускаем его просто с ближайшей точки все друг погнал все эти товарищи работают мы их пока что не трогаем если будут выпендриваться то мы тогда подъедем им помогать но пока все должно быть нормально но мы пока можем заняться продажей вот этих тюков если я правильно посчитал их количество то их тут 792 штуки у нас получилось так что в принципе берем на этого маза и начинаем все это дело продавать и и И, друзья, на этом у нас продажа тюков заканчивается. 211 тысяч у нас на балансе. Но там вроде как еще один прицепчик льна успел уйти. Мы сейчас посмотрим по финансам. Да, за тюки мы получили 681 тысячу. Неплохо. Ну и за прицепчик льна мы 30 тысяч почти получили. Прицеп на 20 тысяч, кстати. Ну и на второй проходке они сейчас вокруг этого самого поля. Только начали, да, внизу. Не, половину уже прошли. И второй раз уже поехал наш трактор отвозить урожай. Да, немножко приходится стоять Торуму и ждать. Но, ладно, пускай стоит он у нас за простой деньги не берет. И, друзья, раз у нас тут положительный баланс, то мы можем заняться сейчас соломой. Просто возьмем в аренду еще один трактор, который будет вот это вот дело возить. Этот прицеп у нас просит 60 лошадей, поэтому тут любой трактор абсолютно сюда подойдет без проблем. И мы берем Нью-Холланд Т6. Это самый дешевый трактор, который ездит 50 км в час. Хотя, с другой стороны, можно взять еще одну такую же Вальтру. У нее больше топливный бак. Да, мы, пожалуй, возьмем ее. У нее больше топливный бак, и ее не надо будет ездить заправлять. Потому что вывоз соломы все-таки занимает много времени. Много топлива придется потратить. И одного бака Нью-Холланда здесь просто тупо не хватит. Поэтому арендовали мы еще одну Вальтру дешевенькую. Вот она вот такая вот замечательная. Такая же, как у нас уже есть. Поэтому сейчас едем, забираем наш фуражный прицеп и едем на поле. Сейчас, друзья, наша задача вот этим самым прицепом попробовать на компост мастер отвезти льняную салону. Попробовать, загружается она туда или нет. У меня это на стримах не получилось. Я на это дело забил. Но попробуем этим прицепом, попробуем с другой стороны заехать. Если же ее туда не примет, то мы тогда отвезем эту солому в сарай. Попробуем ее продать. Если же нам дадут за это деньги, соответственно, мы рисуем маршрут на курс плей на продажу соломы. Если же нет, то мы тогда ставим сюда тюковщик, чтобы это все дело затюковало. И продавать мы тогда ее будем в затюкованном виде. Так что сейчас вручную набираем этот прицеп и везем на компост мастер. Ну и нет, друзья. Льняная солома сюда не высыпается вообще. Поэтому мы едем ее продавать. Сейчас же, друзья, нам нужно выбрать, куда его возить, чтобы сразу записать маршрутик. У нас на карте есть три сарая, куда это все дело можно продавать. Один находится вот здесь. Сверху выделено до него ехать далеко, потому что придется ехать в объезд. Один находится внизу, в принципе, близко. Но он находится на территории нашей базы, которую мы еще не купили. Поэтому туда тоже не вариант. И есть еще один у нас около коровника. Здесь же, по-моему, коровник находится. Да, вот он рядом. И нефтяные вышки тоже примерно здесь рядом. Но он тоже находится далеко. И что-то, ребята, мне как-то впадло делать все это на вот этим фуражным прицепом. Поэтому мы, друзья, поставим сюда работать тюковщик, чтобы он тюковал эту льняную солому. И мы ее в затюкованном виде потом уже вручную всю продадим. Как мне кажется, так будет проще потом на мази повозить по 36 штук сразу. Получается 112 тысяч литров за один заход. А здесь 20 тысяч. Разница, в общем-то, налицо. Поэтому мы сейчас берем вот эту вальтру, едем, продаем вот этот самый прицепчик. На обратном пути заезжаем на БГА, берем там тюковщика. Ну и ставим все это делать тюковать. Вроде все просто, так что погнали. Субтитры сделал DimaTorzok С тюковщиком, друзья, у нас будет все просто. Мы его запустим тупо по маршруту нашего комбайна. Единственное, но придется сразу же эти тюки как-то все подбирать. Поскольку они будут мешать движению трактора, который ездит и возит всю эту забираемую нами культуру, то бишь лен на продажу. Поэтому сейчас мы копируем ему маршрут Торума. С ближайшей точки мы его запускаем. Единственное, кстати, первый тюк может быть тюком с травкой, который еще и вернется в этот самый. То есть, ну, в итоге силос будет. Но пофиг, мы его на сарае продадим как траву, да и все. А мы же тогда берем мана и едем на это поле, караулим тюковку. И, друзья, у нас случилась небольшая неприятность. Я запустил тюковщика и, соответственно, как только он сделал первый тюк, фпс просел до 10. Я не знаю, забаганные это тюки, текстурки, может быть, какие-то. Короче, мы будем вывозить это все дело вот сюда. Поэтому мы сейчас опять все это дело высыпаем и пишем маршрут на вывоз прицепом обычной льняной соломки. И, друзья, вот из этого угла мы будем писать этот маршрут, дабы просто сократить расстояние на вывоз соломы. Все-таки ее действительно довольно-таки далеко возить. Поэтому разворачиваемся и нажимаем на кнопочку «Начать запись маршрута». Поехали! И мы, друзья, не будем проезжать внутри вот этого всего дела. Мы проедем рядом и, в принципе, с большой вероятностью просто словим триггер разгрузки. Вообще неплохо было бы иметь немножко соломки. Но вообще, если проехать вот так, то оно все должно работать. Если не будет, то перепишем. Будет обидно, конечно, но ладно. И здесь, друзья, мы этот самый маршрут прерываем и сохраняем. Поле 99 солома прот. Давайте мы его так обзовем. Теперь мы его сбрасываем и загружаем ему маршрут Турума. После чего добавляем новенький солома прот. Ставим различные полевые работы и со стартовой точки мы его запускаем. Теоретически он должен работать. Ну и, друзья, пока у нас техника вся гудит, мы перемещаемся на БГА. Потому что нам нужно заново поставить, косить поля и тюковать их опять-таки. Тюки нас в ближайшее время не отпустят, я вам гарантирую. Игру я перезапускал сейчас, поэтому у нас тюковщик остался стоять здесь. Косилка наша здесь, поэтому цепляем все это добро и едем на наш лужок. В прошлый раз, друзья, я по своей глупости забыл сохранить маршрут на покос этой лужайки. Поэтому нам сегодня придется его переписать заново. Поэтому, как обычно, сначала пишем поле, потом генерируем на нем маршрут. Погнали! Вот такие, соответственно, контуры поля у нас получились. Генерируем маршрут с кругами и 4 круга, все как обычно. На этот раз мы его сохраняем. Покос травы БГА я его назову, чтобы понимать, какой из покосов травы на каком месте находится. Здесь у нас БГА рядом, поэтому, не знаю, название, как по мне, нормальное. И запускаем со стартовой точки, пускай работает. И, кстати, первый прицеп с льняной соломкой у нас сейчас примерно подъезжает к месту выгрузки. И надеюсь, что он сработает, все здесь выгрузится и все будет хорошо. Потому что мне очень неохота переписывать этот маршрут. Он, зараза, длинный. Все, выгружается. Пока поладенюшка. Тут примерно сколько? 3-4 тысячи у нас будет за этот прицеп, да? 3 900, да. 4 тысячи. Замечательно просто. Все, ребята, у нас все в работе. Поэтому сейчас мы просто ждем, пока кто-нибудь из них не освободится. И, друзья, не прошло и года, как у нас комбайн заканчивает нашу работу. Последняя проходка у него. Сейчас он остановится, выставит трубу. Подъедет наш трактор, который заберет остатки этого льна. И поедет это все продать. И, друзья, у нас на балансе на данный момент 676 тысяч рублей. Это значит, что, аллилуйя, мы можем вернуть этот гребаный кредит, который у нас жрет деньги. Причем, жрет он их нещадно. Нажимаем на волшебную кнопочку Repay the Loan. Возвращаем все это дело. На балансе остается 26 тысяч. Но зато свои. Ну и плюс еще сейчас прилетит нам залом. И, как вы видите, соломы осталось до хренища. Очень медленно работает этот трактор. И, скорее всего, я его оставлю работать на ночь. Там по 4 тысячи с прицепа прилетает, и вполне нормально. Будет хоть какая-то копейка и своя. Да, он не полностью запомнился, поэтому надо нажать на кнопочку, во-первых, прервать маршрут. И можно его сбросить. Во-вторых, отправить это чудо на разгрузку. Все, пускай едет. Комбайн мы глушим. 3-2 часа у нас ушло. На то, чтобы убрать поле. И он у нас аренный, поэтому мы его сдаем. И замечательно. Больше у нас нет комбайна. Понадобится он нам лишь следующей осенью. Может быть, к тому времени мы уже сможем купить себе свой. Значит, друзья, что мы имеем. Вот этот товарищ сейчас отвозит последний раз лен и продает его. Вот эту лужайку, которая около БГА, мы полностью затюковали за это время. И тут я даже немножко успел пособирать. Но это для того, чтобы косилка могла разворачиваться. Плюс косилку я эту переставил на нашу большую взлетку. И он уже третий круг здесь делает. В принципе, за ночь он точно так же справится. И все это дело затюкует. И мы эти тюки потом продадим уже в начале следующей серии. Когда у нас будет начало зимы. Ну и вторая наша Вальтера, которая ездит продавать соломку. Ездит и, соответственно, продает соломку. У нее тоже все хорошо. Проблем никаких быть не должно. Соответственно, друзья, с этим полем я сейчас ничего делать уже не буду. Его, конечно, можно удобрить, спахать уже на следующий год. Но мы это сделаем уже после зимы. Сейчас пускай солома полностью уберется отсюда, полностью продастся. И у нас будут хоть какие-то свои деньги, на которые мы уже будем думать, что делать. Можно сейчас, кстати, заглянуть в гараж, посмотреть, что у нас есть из техники. У нас есть сейлка. Причем нам не обязательно даже пахать это поле. Можно просто его засеять будет. Мы так и сделаем. Мы его удобрим и потом пройдемся этой самой сейлкой и все. В общем-то, по технике нам нужны сейчас трактора. Нам нужна более большая. Боже мой, более большая. В общем, там нужна телега побольше. И это плюс старая. Надо от нее избавляться. Она жрет много денег. Сейлку тоже неплохо было бы поменять. Я не знаю, что это здесь за цифра. Показывается, что 956 тысяч в день уходит на обслуживание. Это, конечно, немного неправда, но в любом случае надо бы ее сменить на новую. Удобрялка по-хорошему тоже. Удобрялка, слава богу, немного денег стоит. Все остальное у нас куплено новенькое и все хорошо. Замечательно, у нас продался последний лен. Сейчас мы скокнем в этот трактор и сразу же отвезем его на базу. И все, паркуем все это дело здесь. Все замечательно. Друзья, в следующей серии, значит, что мы делаем? Мы собираем все это поле. Точнее, я это, конечно же, сделаю за кадром. За кадром также дотюкуется это поле и соберется. Отвозим все это дело на БГА. Соответственно, в следующей серии мы продаем эти тюки и, наверное, уже перемотаем на весну. Заново засеем поле. Может быть, будем смотреть по финансам, что у нас получится с тюков. Там запустим какое-нибудь производство, купим какую-нибудь технику. В общем-то, что-нибудь у нас обязательно добудет в следующей серии. И там уже мы, ребята, начинаем работать в плюс, а не на погашение кредитов. В первую очередь, конечно, хочется обзавестись своей техникой, дабы не тратить деньги на аренду. Это так, пока что планы. Как оно что будет, ну, хрен его знает. Поэтому, друзья, ставим большие пальцы вверх, чтобы серия вышла побыстрее. Да и вообще будет приятно, ведь вот эти 4 серии заняли 45 часов записи. Именно за эти 45 часов смонтировалось несчастные 4 ролика, поскольку там по 20-30 минут они выходят. Поэтому я буду рад любой поддержке. Вам же не сложно. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Пишите свои комментарии. Всегда интересно почитать. Также предлагайте ваши варианты дальнейшего развития. Все это я принимаю к сведению, если, конечно же, адекватная информация. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok